МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С каждым днем увеличивается количество людей, которым нужна помощь здесь и сейчас. По информации Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, число безработных в регионе на конец апреля составило свыше 10 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем месяц назад. Многие семьи остаются без средств к существованию и зачастую даже не знают, как накормить своих детей. Тенденции одинаково печальны по всей стране. Это отмечают и федеральные благотворительные фонды. Поэтому приходят на помощь региональным коллегам. Недавно в Архангельске была запущена федеральная благотворительная акция «Дари еду». Ее цель проста – любой желающий может купить продукты для тех, кто в них нуждается. В специальную тележку товары попадают через стойку сервиса. Оттуда после учета – на склад Центра социальных технологий «Гарант», который стал координатором большого проекта в нашей области. Федеральная сеть выбирает удобный для себя формат участия и, по сути, выступает в роли администратора. На самом деле это выгодно всем представителям. То есть это такая, как называется, win-win ситуация, когда и мы в плюсе, и город, организация, которая находится в городе, тоже в плюсе, и бизнес в плюсе, потому что таким образом он показывает своим покупателям, что он социально ответственный. Люди, которые кладут эти продукты, они приобщаются в благотворительность, для них это тоже плюс, потому что они теперь используют такую доступную благотворительность и могут кому-то об этом рассказать, подключить к этому большее количество людей. Список нуждающихся формируется через местные некоммерческие организации и органы опеки. Одни из первых такую помощь получили подопечные Веры Костылевой, которая уже много лет помогает женщинам, оставшимся без собственного жилья. Сегодня в социальной квартире живут три постоялицы. Пенсию получают не все, а покупать продукты нужно каждый день. Нужно усиленное питание девочкам после долгого голодания. Такого получилось, как особенно Лена жила на улице. Мы усиленно питаем им котлетки, постараемся делать суп. Вот сейчас суп сварим из консервов. Так что спасибо. Помощь такая очень большая, хорошая нам. Фонды и НКО отмечают, что сегодня к ним все чаще обращаются компании, которые раньше в благотворительности не участвовали или же делали это самостоятельно. В основном такой бизнес готов оказывать помощь, связанную с его прямой деятельностью. Предприниматели предоставляют ресурсы, которыми располагают. Для них так проще и понятнее. Архангельская сеть ресторанов «Грядка» сегодня поддерживает семьи с детьми, которым особенно трудно, предоставляет им наборы питания. Руководитель сети «Общепита» сам дважды отец признается, не смог пройти мимо большой беды. Ситуация на сегодняшний день критичная. Она новая для всех, она тяжелая. Есть, кто сдается, есть, кто идет дальше. Мы выбрали позицию, что мы идем дальше. Мы сокращаем расходы по выплатам нашим руководителям, директорам аппарата управления компании. Взамен этого помогаем нашим сотрудникам, помогаем горожанам города. Я считаю, что сегодня тяжело всем, но есть люди, которым тяжелее. Механизм помощи максимально простой. Фонд «Гарант» совместно с опекой составляют списки нуждающихся, отправляют их в рестораны, где и оформляются именные талоны на питание. Здесь не приходится выбирать, кто, чего, откуда. Есть фонд, он работает, фамилии есть. Давайте можно быстрее это сделаем, чтобы уже к вечеру у человека была на столе еда. Человеку достаточно прийти в ресторан с паспортом и получить готовую еду на всех членов семьи. Оксана Бурдыга здесь уже в третий раз. Они с мужем оказались в сложном материальном положении. У пары двое маленьких детей. Мне посоветовала соцопека, я согласилась на эту помощь. Ну, на всех хватает. Анастасия пришла сюда впервые. Девушка воспитывает четверых детей. Старшему ребенку, страдающему ДЦП, 9 лет. Младшему – 11 месяцев. Ну, с соцопеку мы не обращались, с малым мужчиной мы не считаемся. Нам помогает из реабилитационного центра школа «Дочка», где ходит старшая. Ну, этого, к сожалению, не хватает. Сестра посоветовала благотворительный фонд. Написала заявку о помощи. Откликнулись, позвонили с мэрии. Огромное, конечно, спасибо, что есть такая помощь. Помогают. Грядка вот. Детям вполне будет достаточно на день. Организации, профессионально занимающиеся благотворительностью, говорят, сегодня важна любая, даже самая маленькая помощь. И человек, который опустит пачку макарон в специальный бокс, и тот, кто отвезет продукты в семью, и тот, кто переведет пусть небольшую сумму в фонд, все вместе станут опорой для тех, кто в ней нуждается. Сегодняшняя ситуация осложняется и тем, что в условиях карантина очные способы помощи становятся попросту невозможными. Специально для тех, кто сидит на самоизоляции, Архангельский центр социальных технологий «Гарант» запустил простой и удобный способ благотворительного участия. На сайте доброда.ру любой неравнодушный может оставить пожертвование на то направление, которое ему по душе. Так, например, перечисляя комфортную для себя сумму на программу «Помогаем из дома», вы становитесь соучастником покупки продуктовых наборов для нуждающихся. В среднем где-то может быть от 5 до 10 пожертвований в день. Суммы совершенно разные. Кто-то 200 рублей, кто-то 500 рублей, кто-то читает текст и видит, что один набор стоит 800 рублей, и человек, он поплачивает. Я оплачиваю один набор. То есть суммы совершенно разные, но что самое удивительное, в трудное время очень много пожертвований, которые, например, по 500, по 800 и по 1000, есть и маленькие, но здесь важна любая помощь, потому что, например, несколько человек по 100 рублей пожертвовали, они поучаствовали в помощи другим людям, сложили все это вместе и купили набор какой-то семье. Пожертвования можно сделать анонимно, а можно свои данные и оставить. Тогда благотворитель получит на электронную почту информацию о том, куда конкретно были потрачены его деньги. Система полностью прозрачна. Так, на сайте есть раздел с отчетом о поступлениях и расходах, которые обновляются в режиме реального времени. Кстати, здесь же открыт сбор на помощь самой благотворительной организации, ведь ей никуда не деться от расходов на содержание офиса и выплаты зарплат сотрудникам. Проект так и называется. Помогаем помогать. Стоит отметить, пандемия серьезно сказалась на климате добрых дел в нашем регионе и в стране в целом. Об этих изменениях мы поговорили с руководителем Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Мариной Михайловой. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Скажите, чем отличительна сегодняшняя ситуация и почему так важна любая помощь? Дело в том, что кризис очень сильно обострил проблемы и на самом деле выявил те целевые группы, которые раньше не нуждались в помощи. И мы уже привыкли к тому, что мы помогаем детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным семьям. Им, конечно, сейчас тоже нужна помощь, так же, как и нужна помощь ветеранам. Но стали появляться совсем новые целевые группы, которые раньше справлялись сами. Например, родители имели подработку, и в связи с этим семья была достаточно обеспечена, решались их основные проблемы. А сейчас подработку потеряли, и семья сразу проваливается. Ну или, например, стали появляться такие целевые группы, которых раньше совсем не было, мы считали их благополучными. Мама и папа самозанятые или маленький бизнес. Бизнес остановлен на неизвестно какое время, дохода нет, кредиты есть, и вот уже семья нуждается в помощи. То есть таких людей, которым сейчас нужна помощь, становится все больше. И это значит, что и тех, кто помогает, должно становиться больше. На ваш взгляд, какое наследие оставит после себя эта перезагрузка? Мне кажется, что сейчас очень сильно проявилось, что люди стали лучше откликаться, они стали больше участвовать в благотворительности. И у нас появились совсем такие простые и понятные способы помощи, когда сосед помогает соседу. Мы заодно приносим хлеба, мы заодно выносим мусор, мы, наконец, познакомились с теми, кто живет у нас через стенку. И мне кажется, что эта перезагрузка даст новую возможность формирования соседских сообществ, то есть формирования, объединения людей там, где они живут. И когда двери откроются, они уже будут не просто мимоходом помогать друг другу, они смогут что-то делать вместе и вместе делать свою жизнь лучше. На чем вы планируете сфокусироваться, когда закончится пандемия и минимизируются ее последствия? Ну, Центр Гарант продолжит делать то, что делал до пандемии. Мы будем развивать некоммерческие организации. И здесь хочу сказать, что мы, наверное, обратим больше внимания на то, чтобы помочь организациям объединяться. Потому что, опять же, эпидемия показала, что поодиночке мы ни с чем не справимся. Надо объединяться. Объединяться с самим некоммерческим организациям. Объединяться с тем бизнесом, который готов помогать, вовлекать людей как можно больше в деятельность. вот такую в общественную деятельность. И мы сосредоточимся на том, чтобы помогать всему этому развиваться. И еще очень хочется, чтобы те порывы людей, которые проявились вот сейчас в тяжелое время, чтобы они не прекратились после того, как откроются все двери. И мы хотим обратить на это особое внимание и помочь активным людям, которые открыли для себя вот эту возможность помогать другим, показать им, где еще будет нужна их помощь, помочь им найти свою некоммерческую организацию и помогать этим организациям. Спасибо. Мир держится на добрых людях. Сегодня эта фраза как никогда актуальна. И когда закончится вся эта история с пандемией, мы будем вспоминать тех, кто не отвернулся в сложное время, а наоборот протянул руку помощи. Это был Добрый Регион. До встречи. Как часто детям, которые борются с тяжелой болезнью, нужна срочная помощь. Каждый день ожидание операции или лекарств может ухудшить ситуацию или свести на нет пройденный курс лечения. Как часто родители и волонтеры не успевают приобрести расходные материалы к устройствам для питания и дыхания детей. Такая экстренная покупка и доставка – огромный стресс, в том числе и для ребенка. Как часто бывают ситуации, когда времени на сбор средств просто нет. И как важно в этот момент сказать маме – не волнуйтесь, мы успеем. Жертвуя фонд срочной помощи, вы спасаете здоровье и жизнь детям, а их родителям дарите спокойствие и силы бороться дальше. Все собранные средства накапливаются и расходуются на поддержку подопечных фонда в экстренных случаях. Сегодня для помощи детям можно подключить автоплатеж. Сделать это очень просто. На сайте программы «От сердца к сердцу» есть вкладка «Как помочь». Открыв ее, кликните кнопку «Поддержать» и введите посильную для вас сумму. Эта сумма будет списываться с вашей карты ежемесячно. Отменить подписку можно в любое время. Для фонда срочной помощи нет маленьких пожертвований. Любая сумма поможет спасти жизнь. Любая сумма поможет спасти жизнь.